Всем привет, меня зовут Саша, рада приветствовать именно тебя на моем канале. Если ты сейчас кликнул на это видео, то есть несколько причин. Ты хочешь поднять свое новогоднее настроение, ты хочешь написать свой вишлист на Новый год, или ты ищешь подарки для своих друзей, родных, близких, парней, девушки и так далее. Здесь еще, в принципе, можно долго прочитать круг людей, кому подходят эти подарки. В общем, да, сегодня я снимаю свое ежегодное и, наверное, самое любимое видео на моем канале. Это идеи подарков на Новый год. Сегодня я озвучу 100 плюс идей, и я действительно очень старалась, очень долго все это выбирала, подбирала. В пользу случаем также хотела бы рассказать вам о конкурсе моем телеграм-канале. Абсолютно бесплатный, офигенный призыв в качестве планеров. В этот раз много всего интересного, так что скорее успейте поучаствовать. Ссылочка на мой телеграм-канал всегда есть в описании. На самом деле, я очень рада, что начала снимать это видео, потому что я нашла очень много идей подарков именно для себя. Так, знаете, посидела, подумала, и теперь осталось только эти подарки купить. Знаете, если у вас кажется, что я выложила это видео рано, то, возможно, для кого-то да, это рано. Но я всегда привыкла заранее готовиться к Новому году, в том числе закупать подарки. По многим причинам, на самом деле. Наверное, самая главная причина, я люблю все делать заранее, люблю, чтобы все было вовремя. И не дай бог какую-то доставку задерживать, потому что такое очень часто бывает. И, ребят, советую вам с этими сталкиваться, потому что не наступайте на мои грабли. Вторая причина — это лучший ассортимент. Ну и, конечно, в целом вы поднимите себе новогоднее настроение. И, конечно, ты начнешь думать о подарках на Новый год, тем больше и лучше у тебя будет новогоднее настроение. Для удобства все идеи подарков в этом видео я разделила на категории бюджетные идеи, не совсем бюджетные идеи, идеи из одежды, косметики, хобби, творчества и так далее. Поэтому, если вам интересно, то обязательно оставайтесь со мной. И перед началом обязательно напишите в комментариях, начали ли вы закупаться подарками на Новый год, или хотя бы задумываться, примерно прикидывать, что вы кому подарите. Обязательно пишите, мне будет очень интересно почитать. А теперь давайте начнем. Начнем мы с вами с бюджетных идей, и некоторые из этих идей даже не требуют какой-то материальной основы, поэтому они абсолютно бесплатные. Первая идея — это бокс с наполнением, который у вас ассоциируется именно с этим человеком, кому вы это дарите. Возможно, человек увлекается чем-то необычным, или, например, вы можете наполнить этот бокс сладостями, фотографиями, какими-то совместными приколами, моментами, и, в общем, сделать этот бокс максимально живым и выбрать наполнение самим. Для оформления можно также купить красивую коробку, бантики, декоративные всякие вот такие вот штуки. Я не знаю, как это точно называется, как мишура, как такие макароны. Ну, я думаю, вы меня поняли. Я считаю, что это очень круто, когда человек не просто покупает и дарит тебе подарок, а также думает, что тебе можно подарить. Ребята, сегодня я бы хотела порекомендовать вам онлайн-школу интернет-урок. Наверняка многие из вас о ней уже слышали, ведь онлайн-школа большой опыт работы. Она работает уже с 2014 года, и ежегодно ей доверяют более 20 тысяч учеников, что подтверждают многочисленные отзывы учеников, а также их родители. Они отмечают, что интернет-урок дает свободу, позволяет совмещать учебу со своими хобби, спортом, а также положительно влияет на качество знаний, поэтому родители не беспокоятся об успеваемости своих детей. Также хочу отметить, что вы самостоятельно можете выбрать формат обучения в онлайн-школе интернет-урок под ваши цели. Это зависит от того, готовы ли вы полностью перейти на семейное обучение или просто хотите иметь надежную поддержку во время учебы. Главное преимущество интернет-урока — это занятия в записи. То есть не нужно ждать точное время начала онлайн-занятия или вебинара. Можно начинать учиться в любое удобное время, не зависеть от часового пояса и самим планировать расписание, ведь не все готовы проснуться и сразу в 8 утра изучать новую тему. Если вам комфортнее учиться, например, с 11 часов, то интернет-урок даст вам такую возможность. Можно спланировать обучение так, что учебная неделя будет короткой, но насыщенной, а выходных и свободного времени больше. Кого заинтересовало, можно протестировать возможности платформы, посмотреть, как все устроено, при желании пройти урок, сделать домашнее задание. Это поможет понять, подходит вам такой формат или нет. Хотелось бы еще отметить удобный сайт интернет-урока, где все разложено по полочкам. Сайт интернет-урока очень удобен для использования. Здесь я вижу свое расписание на неделю и могу выбрать любой урок и начать его выполнять. Каждый урок содержит огромное количество элементов, в том числе тренажеры, видеоуроки, тесты, домашние задания. И все это в совокупности помогает очень хорошо уяснить материал. Также есть удобное сводное расписание со всем домашним заданием. Поэтому, ребята, переходите по ссылке в описании и пользуйтесь бесплатной неделей для знакомства со школой. Второй подарок — это свеча. Например, я на Новый год очень хочу получить свечку от Bath & Body Works с тремя такими фитильками, но не обязательно покупать именно такую. Вообще, очень классно будет купить свечку именно с деревянным фитилем, потому что он будет очень классно потрескивать. Вязаные вещи, и, как по мне, это вообще must-have. Можно подарить шапку, шарф, перчатки. Вообще все, что угодно. Конечно, очень круто, если вы можете делать это самостоятельно своими руками. Тогда этому подарку вообще не будут цены. Но и также, конечно же, можно купить все это в магазине, выбрать какие-то необычные классные трендовые сейчас варианты. Например, вот такие вот варианты шапочек сейчас очень актуальные. Бор чая, я думаю, это вещь, которая нужна всем, тем более новогодние праздники. Всей семьей можно его, собственно, пить и пробовать интересные вкусы. Подарите книгу, но не простую книгу, а, например, книгу из той области, которой интересуется человек. К примеру, он учится на медика, ему нравится вся эта литература, или же человек, не знаю, любит психологию. Здесь может быть много разных вариантов, но если вы просто не знаете, что точно любит человек, то можете подарить какие-то свои любимые варианты книг или какую-нибудь классику, которая понравится абсолютно каждому. Носки. Возможно, кто-то скажет, что это плохая идея подарка, но, как по мне, это хорошая идея. Я не знаю, может быть, я старею, но я бы была рада каким-то прикольным носкам, возможно, просто даже обычным носкам, потому что это всегда нужная и актуальная вещь, которой пользуется каждый человек. Следующее — это подарочный сертификат на определенную сумму в какой-то магазин. Здесь, на самом деле, может быть очень много вариантов. Это может быть магазин одежды, магазин для хобби, тот же самый Леонардо, я не знаю, любой магазин одежды, который нравится этому человеку, или который, в принципе, универсальный и понравится всем. Это может быть также сертификат в Литуале «Золотое яблоко», и я думаю, что здесь можно много придумать интересных вариантов, и человек сам купит себе подарок и выберет то, что ему нравится. Также, говоря о сертификатах, можно подарить человеку сертификат на мастер-класс, или, например, сертификат на тренировку по теннису, по пилатесу, не знаю, какую-то групповую тренировку, сертификат на бассейн, на баню, ну, в общем, все что угодно, я думаю, что вы поняли, про какую сферу я имею в виду. Или сертификат на рисование, на лепку из глины, там, не знаю, на мастер-класс по созданию букета, сейчас их очень много, я думаю, что в каждом городе будут какие-то интересные мастер-классы. Новогодняя гирлянда, которая станет отличным украшением любого интерьера, пробковая доска для фотографий, для каких-то заметок, или же для того, чтобы сделать на ней доску желаний. Следующая крутая идея — это создать фотокнигу. К примеру, если, там, не знаю, вы дружите с человеком определенное количество лет, у вас уже, соответственно, купились фотографии, какие-то воспоминания, классные моменты, можно все это сделать на бумаге, я считаю, что, конечно, все, что есть на телефоне, это круто, но еще вдвойне круче, если это будет на бумаге, это будет очень прикольно. Сейчас есть множество сервисов, которые делают в этой книге. Испечь что-то, возможно, какой-то тортик, десерт, что-то интересное, необычное, или же то, что очень любит этот человек. Я, как уже сказала, как мне кажется, подарки, которые сделаны своими руками, наиболее ценные, поэтому почему бы и нет. Последняя идея из этой категории — это сделать что-то своими руками. Здесь, конечно же, полет фантазии не ограничен, есть очень много идей, что можно сделать. Можно конкретно что-то приуроченное к Новому году. Я думаю, что в интернете вы сможете найти множество легких мастер-классов, там, не знаю, как сделать какого-то гнома, елку, какие-то маленькие прикольные украшения или что-то подобное. В общем, я думаю, что вы обязательно найдете что-то интересное, или же это может быть не только связанное с Новым годом, а просто какую-то приятную мелочь, вещь. Следующая категория — это нужные и полезные вещи. Здесь, в основном, все идеи также бюджетные, поэтому я думаю, что многим они откликнутся. Первое — это дневник «6 минут», и как-то я в своем конкурсе в Телеграме разыгрывала пару таких дневников и поняла, что это на самом деле очень классная вещь, это что-то наподобие ежедневника. Не обязательно дарить именно этот ежедневник, можно подарить какой-то другой тематический ежедневник. Закатная лампа — сейчас это довольно-таки бюджетная идея, можно на маркетплейсах найти их по абсолютно доступной цене, но, честно говорю, мне закатная лампа принесла столько радости и удовольствия, когда я себе ее приобрела, что я уверена, что многим людям также она понравится, она стоит у меня на заднем фоне, здесь есть очень много всяких режимов, и она безумно круто и атмосферно выглядит ночью, в любое время года, там, не знаю, осень, зима, лето, я постоянно ее включаю. Следующая идея — это милый светильник, можно подарить какой-то ночник или просто лампу для стола. У меня, например, есть две моих любимых лампы на столе, это одна такая лампа, я даже не знаю, как ее назвать, типа лава-лампа. Второй — это светильник «Карандаш из Икейт». Я также обожаю вот эту лампу, которая стоит у меня на прикроватной тумбочке, она очень крутая, это светильник в виде гриба. Есть также крутая лампа от Philips, она есть у моей мамы, я как-то дарила ей на Новый год, это такая, типа, закатная солнце-лампа. То есть это лампа, которая меняет цвет в течение дня, то есть с утра она очень яркая, потом вечером она как закат. Помимо этого, можно также подарить прикольные часы на тумбочку, которые будут вместе с будильником. Действительно нужная всем вещь — это пауэрбанк. Мягкие бегуди, если я это правильно назвала, в общем, такая вот сарделька, которую вы накручиваете на свои волосы, и с утра у вас должны получиться роскошные локоны. Я сама, на самом деле, хочу это очень попробовать, и я знаю, что у многих получается шикарная укладка. Чехол для телефона, можно подарить какой-нибудь необычный, креативный. Бутылка для воды или термос — тоже такая супернужная всем идея. Уютный плед, в особенности, если это какой-то прикольный рисунок по типу клеточек. Я, на самом деле, просто обожаю этот свой плед. Я мечтала о нем всю свою жизнь, и мне прям очень он нравится. Я его купила как раз-таки к этому Новому году. Можно подарить какой-то подобный или подарить такой, знаете, универсальный плед, который можно положить и на диван, и на кровать, который будет не совсем новогодний. Какой-нибудь, знаете, просто нейтрального цвета, который будет хорошо подходить под интерьер. Следующая — это подставка для украшений. Я, на самом деле, была сегодня в Кюхланде, и случайно увидела реально классные, креативные идеи. Там было такое блюдечки, на блюдечке стоял олень, и как бы на его рогах можно было различать украшения, и также все класть на блюдечко. Были просто какие-то блюдечки, и вот такие вот, знаете, как, ну, не знаю, деревья. Выглядело это тоже очень прикольно и креативно. Соляная лампа тоже, кстати, этот светильник будет очень атмосферно смотреться. Поврик для занятия спортом. И еще одна идея — это рюкзак или сумка, но тут, конечно же, важно знать о предпочтениях человека, о том, какие ему нравятся. Но если вам, например, что-то говорили, или вы точно знаете, что эта вещь понравится, то почему бы и нет. Переходим к категории одежды, и я старалась не вносить что-то максимально банальное, и то, что знают все. Я постаралась как бы выбрать какие-то интересные идеи, поэтому надеюсь, что у меня получилось. Первое — это теплый, уютный свитер. Он может быть какой-то новогодний, в новогодних цветах, или же с скандинавскими узорами. Сейчас это как никогда актуально. Я думаю, что у многих магазинов, брендов видели какие-то новогодние коллекции, связанные там с этим, и, не знаю, там у шерсти альпаки, шерсти мериноса. Это очень тепло, и это очень красиво смотрится. Я обожаю такие вещи. Можно помимо этого подарить какой-то универсальный свитер, который можно будет носить не только в зимний период, а также в весенний и осенний. Второе — это уги. Я просто обожаю уги. Сейчас есть множество разных популярных вариаций, в том числе вот такие вот, знаете, у меня такие были. Также вот такие вот обычные, как зимние ботинки. Это тоже очень удобно. Еще, насколько я знаю, уг есть коллекция с бантиками сзади. Я не знаю, насколько это актуально для России, насколько быстро этот бантик уже потеряет свой вид. В целом, это самая удобная область вообще ever, поэтому я думаю, что любой человек обрадуется такому подарку. Третье — пижама. Я очень люблю, когда дарят какие-то забавные пижамы. Не знаю, там в тематике Гринча, в тематике там Снупи, каких-то мультиков. Сет для занятия спортом. Сейчас действительно есть много крутых брендов, которые делают классные одежды для занятия спортом. Мне, например, очень нравятся спортивные сеты Nike, Puma, Lululemon, Gymshark, Allo Set. И здесь можно еще долго перечислять, но вот такие самые, знаете, главные. Подарите парную одежду. Это могут быть парные футболки, парные худи. То есть вы покупаете какую-то вещь себе, и одновременно вещь вашему другу, подруге, там, не знаю, парню, девушке и так далее. Это очень прикольно, особенно если это что-то с забавным принтом, и такие вещи всегда будут напоминать вам именно об этом человеке, и, соответственно, ему будет эта вещь напоминать о вас. Далее мы переходим к биркенштокам. Да, казалось бы, сейчас это не особо актуальная вещь, но летом это будет очень-очень даже актуальная вещь. Есть еще биркенштоки-клоги. Если я не ошибаюсь, они называются так. Я пожалела, что их не купила, когда я их видела перед собой, и я не знаю, будут ли они актуальны этим летом, но, как по мне, это очень удобная и обувь, которая действительно подходит под многие образы. Но здесь мы не забываем про классические биркенштоки, которые я также очень люблю. У меня уже есть две пары, и я ими полностью довольна. Это идеальная летняя обувь. Да, она, может быть, в каких-то моментах и натирает, но она очень удобная и смотрится просто идеально. Балетки. Это был тренд уходящего сезона, и, как по мне, этот тренд также будет продолжаться. Мне очень нравятся всякие такие необычные варианты, которые можно сочетать с повседневными образами. Следующий блок — техника, полезные штуки, просто в целом крутые идеи. Они, на самом деле, на абсолютно разный бюджет, потому что каждую вещь можно купить как подороже, так и подешевле, поэтому давайте начнем, здесь много всего интересного. Во-первых, это наборы лего. Я, как человек, который обожает лего, просто не могла не отнести это сюда. Здесь есть много классных идей. Например, это наборы для цветков. Можешь создать маленькие комнатные растения своими руками, можно создать, типа, букет из лего. Также, возможно, кто-то собирает какую-то определенную серию, и вы можете купить какую-то часть, какой-то дом, или, не знаю, просто какое-то дополнение к этому. Можно подарить отдельный набор для интерьера. К примеру, есть разные картины, разные небольшие статуэтки. Здесь есть много классных идей, и я думаю, что многим понравится такой подарок. Следующее — это наушники. Мы здесь берем как беспроводные, так и проводные наушники. Сюда можно еще отнести большие наушники, такие как AirPods Max, Beats и так далее. Далее беспроводная клавиатура. Особенности клавиатура с подсветкой. Она очень классно так механически щелкает. Есть, конечно, множество разных вариантов, но у меня есть одна, и мне она очень нравится. Это, правда, прикольная вещь, особенно для тех, кто много работает за компьютером или, там, кто пользуется планшетом. Также различные гаджеты для волос. К примеру, фен, щетка, стайлер. Я думаю, вы все знаете популярный стайлер Borg, популярный стайлер Dyson. Просто обычный, там, фен, щетка, Revlon. Тоже очень хорошая вещь, бюджетная при этом. Можно подарить выпрямитель для волос. Тоже есть бюджетные аналоги и более дорогие, такие как Dyson. Есть также крутейший выпрямитель L'Oreal Steam Pod. И мне как-то в салоне им делали волосы. Очень круто. Он, конечно, не такой бюджетный, и мне кажется, он на уровне Dyson, например, стоит. Также сюда можно отнести всевозможные плойки. Подарите что-то из техники на кухню, какой-то полезный кухонный гаджет. Это может быть чайник, может быть тостер, соковыжималка, не знаю, блендер, миксер. В общем, я думаю, что такие гаджеты нужны многим. Также, например, вафельницу или какие-то прикольные мороженицы. Особенности вы можете дарить, например, все из одной серии, как, к примеру, сейчас очень популярный смек. То есть можно подарить чайник, потом на следующий праздник подарить тостер и так далее. Или же есть другие фирмы, которые делают прикольные всякие штучки для дома. Мне, например, нравится вот это. Вот я не помню, как называется эта фирма, но у них просто невероятные красоты. Чайники, тостеры. И выглядит это очень эстетично. Далее вещь, примерно из этой серии. Это робот-пылесос. Также, если говорить отдельно, можно подарить пылесос, но какой-то там прикольный, с функциями. Например, пылесос с возможностью влажной уборки. Плёночная камера или камера-мыльница. Сейчас, я думаю, вы знаете, что актуальные фотографии сделаны на диджитал-камеры. Особенности на камеры, которые старые. Но, тем не менее, что у нас очень моден этот эффект старины. Я даже как-то находила свою камеру. К сожалению, её уже нельзя восстановить. Она просто не хочет работать. Вещь, которая никогда не перестанет быть актуальной, это постельное бельё. Не обязательно дарить какое-то новогоднее постельное бельё. Можно подарить какое-то нейтральное или какое-то прикольное с рисунком. Эта идея также абсолютно на любой бюджет. Это украшение. Можно подарить как бижутерию, так и реальные украшения из золота, серебра и так далее. Можно подарить кольца, браслеты, серьги, подвески и что-то такое интересное. Возможно, там у вас есть тоже какой-то прикол, связанный с этим человеком. Вы хотите подарить ему именно что-то особенное. Или вы знаете, например, там человек собирает шарминки от Пандоры или у него есть какой-то особый кулон, и он бы хотел к нему там кольцо. Переходим к одной из моих самых любимых категорий из этого видео. Это категория бьюси. Здесь я могла написать просто список на 100 пунктов, но я себя ограничила. Во-первых, это база. Это роллер для лица или вуаша. Можно тоже найти бюджетные, подороже, можно найти какие-то фирменные. Но я думаю, что в них на самом деле нет какой-то огромной разницы. Вы просто переплачиваете уже за бренд. Многие говорят, что по утрам это реально классная вещь, особенно если вы достаете все это из холодильника. Это в целом уменьшает отеки, разгоняет кровь по утрам, и в целом можно добиться какого-то результата, пользуясь той же гуашой каждый день. Этот подарок для вашей подруги, мамы, бабушки всегда будет выигрышным. Это маски для лица. Есть всякие прикольные наборы подарочные. Маски для лица. Мне, например, нравится от Darling. Также есть от For Me. Я, кстати, недавно их попробовала. Мне, правда, понравятся эти масочки. Можно просто самим составить какой-то микс из масок и также подарить их человеку. Холодильник для косметики. Я считаю, что это не самая полезная вещь в мире, но почему бы и нет. Маска для губ. Я, например, просто обожаю свою маску от Laniche. Это просто must have в каждой косметичке. Хорошая палетка теней. И здесь я вставлю варианты, которые нравятся мне, и которые, как мне кажется, универсальны и понравятся многим. Масло для губ тоже такая универсальная вещь. Здесь сложно прогадать с оттенком. Я думаю, что всем понравится. Те же самые популярные масла для губ от Vivienne Sabo, от Clorance. Мне нравится мое от Evelyn. Оно очень бюджетное. Масло для губ от Dior и так далее. Есть очень много брендов, которые производят сейчас действительно классные продукты для губ. Далее это набор по уходу за собой. Я видела, например, подарочные наборы у Pussy, у L'Occitana. И в целом, как я считаю, такие наборы абсолютно универсальны. Микс для тела. А в особенности сейчас очень популярный микс для тела от Sol de Janeiro. Я, кстати, нюхала один из них, а мне вообще не понравился. Это, по-моему, был такой желтый. Он был прям очень ядреный. Я слышала, что прикольный фиолетовый. Также я знаю, многим нравятся мисты от Victoria's Secret. Крабы для душа. Бомбочка для ванны. Жидкий румяна. Румяна в стике сейчас одни из наиболее популярных, а как мне кажется, классных. Это румяна от Rare Beauty фирмы Selena Gomez. Но если говорить про какие-то аналоги, которые можно купить сейчас, это румяна от Kika в стике. Они выглядят реально очень классно. Парфюм. Но здесь также очень важно не прогадать и подарить то, что действительно понравится. Можно подарить что-то универсальное. Ну или, возможно, вы очень хорошо знаете вкусы этого человека. И в целом вы можете также выбрать и подарить. Сыворотка для роста ресниц. Расческа для волос. Это может быть какая-то такая маленькая трейл-версия, которую будет удобно брать с собой сейчас. Очень популярные расчески от Jeanneke. Или Jeannek. Я, честно, не знаю, как правильно считается этот бренд. Я сама себе такую хочу. Как по мне, они очень круто расчесывают мокрые волосы. Ну и также мне очень нравится, например, моя расческа от Tangle Teaser. Тоже классный вариант. Крабик для волос. И также различные масла для волос. Мы плавно переходим в последнюю категорию моего видео. Это категория хобби. На самом деле тоже очень крутая такая уютная категория. И когда тебе дарят такие вещи для хобби, это действительно ценно, потому что ты потом очень долго этим занимаешься. И действительно всегда очень приятно получать именно такие подарки. Во-первых, это пряжа. Вы скажете, наверное, неожиданный такой выбор максимальный. Но на самом деле моя мама начала вязать. И вязальщицам очень нравится, когда им дарят пряжу. Поэтому если человек, которому вы хотите подарить пряжу, вяжет и действительно этим увлекается, то, знаете, тут вы действительно не прогадаете. Вещь также для рукоделия игольница. И сюда же я отнесу спицы. Теперь моя любимая. Это алмазная мозаика и картина по номерам. Я очень люблю творчество. И очень люблю такие картины, вещи, которые ты можешь делать своими руками. Соответственно, для этого человеку, которому вы дарите такой набор, не обязательно обладать какими-то творческими данными. Достаточно просто открыть набор и начать что-то делать. И я думаю, что каждому такое понравится. И последнее, это набор для вышивания. Ну что, ребята, это были все идеи подарков на Новый год. Я уверена, что среди такого огромного количества идей вы нашли то, что вам понравится. И то, что вам действительно приглянулось, мне будет очень приятно. И для меня будет очень важно, если вы напишите комментарий под этим видео. Это поможет в продвижении моего ролика. Потому что в последнее время с рекомендациями Ютуба творятся странные вещи. Поэтому для меня будет действительно важно, если вы оставите комментарий, а лучше несколько. Также не забывайте подписываться на мой канал. Здесь будет еще много классного новогоднего контента, в том числе влогмассы, какие-то тематические видео. Поэтому обязательно подписывайтесь и следите за обновлениями. Всем спасибо за просмотр. И всем пока!